МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на телеканале «Север» с вами в студии Илья Сахаров. Правительство России рассматривает возможность развития программ предоставления льготных кредитов для тех предпринимателей, которые работают в социальной сфере. Об этом сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец. По мнению экспертов, в банковской сферы власти могут использовать несколько мер поддержки бизнеса. Это субсидирование ставок, предоставление грантов от государства, которые можно направить как на развитие, так и на досрочное погашение ранее предоставленных кредитов, пишет российская газета. Достаточно эффективной мерой поддержки, которая широко используется во всем мире, также называют льготное кредитование. Помимо этого, власти могут предложить предпринимателям, которые работают в социальной сфере, льготный режим налогоблажения и различные целевые программы поддержки, в рамках которых бизнесмены могут получать государственное финансирование для развития тех или иных проектов. Кроме того, эффективным инструментом может быть привлечение малого и среднего бизнеса к механизму государственных закупок в социальной сфере. Ряд важных законов, касаемых сфер бизнеса и налогов, приняли окружные парламентарии. К последнему направлению относится закон, смягчающий налоговую нагрузку для начинающих предпринимателей. Документы вносят изменения сразу в три окружных закона, касающиеся применения специальных режимов налогообложения. Документ расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, к которой можно применить более простую и экономичную патентную систему налогообложения. Кто из предпринимателей в 2016 году, кроме новогодних каникул, может рассчитывать на налоговые льготы, расскажет Ирина Цепитова. Поддержка малого и среднего бизнеса на территории округа – одно из приоритетных направлений. Принятый в двух чтениях, закон предусматривает налоговые льготы для некоторых видов предпринимательской деятельности. Установление дифференцированной ставки при применении упрощенной системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы. Предлагается установить ставку 1% для 17 видов деятельности. Снижение налога до единицы по упрощенной системе налогообложения ждет предпринимателей, которые работают в бытовой сфере, обрабатывающем производстве в сфере народных ремесел сельского хозяйства. Налог в 3% установлен для сферы транспорта, строительства и деятельности гостиниц и ресторанов. Также приятные изменения ждут предприниматели, применяющих патентную систему налогообложения. Действующий закон о патентной системе налогообложения включал 45 видов деятельности. Сейчас перечень увеличится до 61 вида. Сюда войдут производство молочной продукции, хлебобулочных и стелей, бытовая сфера деятельности. Вновь зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, в новом году ждут налоговые каникулы сроком в два года. Кроме того, на сессии рассмотрели проект федеральных законов. Один из них внесен в Госдуму группой депутатов и предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Так, проект предусматривает налоговую ставку по доходам до 24 миллионов рублей включительно 13%, свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов – 25%, свыше 100 миллионов, но не более 200 – 35%, свыше 200 миллионов рублей – 50%. Установление такой прогрессивной шкалы поможет сократить социальный разрыв между богатыми и бедными россиянами. По подсчетам депутатов, поправки в налоговый кодекс затронут всего 0,2% населения страны, которая, тем не менее, обладает 30% всех доходов. В настоящее время в России действует плоская шкала налогообложения. Это означает, что вне зависимости от того, какую зарплату официально получает работник, он платит 13% по НДФЛ в бюджет. Эта мера распространена практически во всех развитых странах Европы. Там различные шкалы. Я хочу вам сказать, что вот эта пороговая ставка, вот этот порог 24 миллиона, он у нас предлагается очень высокий. Например, в некоторых странах там вообще нулевой порог. Потом есть там порядка десятки тысяч и так далее, там долларов, евро. И после этого начинается уже прогрессия. То есть этот высокий первоначальный порог предусматривает возможность, что этот налог не будет возлагаться на представителей малого и среднего бизнеса. И представителей, например, творческой интеллигенции, научных кругов, которые достигли определенного уровня дохода. Законопроект, как считают окружные парламентарии, достаточно спорный. Но, как показывает практика, с помощью прогрессивной шкалы успешно пополняет зарубежные бюджеты. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В регионе продолжается формирование так называемого второго этапа переселения из аварийного ветхого жилья. Предполагается, что в список домов, подлежащих сносу, попадут больше двухсот строений, в том числе расположенных в деревнях и селах. Известно, что 98 домов соответствующую экспертизу уже прошли. Они признаны аварийными. В Наринмаре аварийными и подлежащими сносу признали 32 дома. Вот полный список этих строений. Итак, это Пионерская 8, 15, 16, 19, 20, 21 и 24Б. Октябрьская 29 и 34, Южная 14, 22, 26, 30 и 34. Потанзейского 22, Первомайская 12, Меншикова 6А и 8. Ленина 30, 32 и 45А. Сопрыгина 16 и 17, Смедовича 2, Рыбников 4, Лесной 34, Строительная 5 и 6. 60 лет октября 52, Совхозная 9, Заводская 12 и 14. Второй этап программы переселения аварийного жилья, по словам специалистов Департамента строительства, ЖКХ, Энергетики и Транспорта Ненецкого округа, скорее всего, примут в начале следующего года. Когда именно будут сноситься ветхие строения, которые попадут во второй реестр, пока неизвестно. Пока мы не будем говорить о датах и вперед забегать не будем. Это еще зависит от того, как будут подрядчики выполнять свои контрактные обязательства. Также от возможности формирования рынка, квартир и от возможности бюджета приобрести эти квартиры. А вот жильцов домов, где недавно был проведен капитальный ремонт, предлагают освободить от уплаты взносов на 5 лет. Такой законопроект поступил на рассмотрение в Государственную Думу. Как отмечают авторы документов, пояснительные записки гражданам, живущих в домах, где недавно был сделан комплексный компремонт, часто приходится платить за него дважды. К примеру, погашая кредит, который был взят на ремонт дома, а также делая текущие взносы на специальный счет за капитальный ремонт, который будет произведен через 20-30 лет. Очевидно, что в этом случае на граждан ложится двойная финансовая нагрузка. Это несправедливо полагают депутаты, поэтому предлагают изменить действующие правила. Стоит сказать, что некоторые регионы уже делают это по собственной инициативе. Замминистр строительства ЖКХ Андрей Чибис, комментируя подобную практику, отметил, что это их законное право. Регионы сами могут устанавливать льготы для жителей, ориентируясь на финансовые возможности своей казны. И введение временного моратория на платежи для жителей новых домов никак не противоречит этому – подчеркнул замминистра. Далее о нарушениях со стороны дорожников. Прокуратура региона зафиксировала свыше 100 нарушений в сфере содержания, эксплуатации и строительства дорог. Кто ответит? Ненецкий округ может стать первым регионом в стране, где будет принят закон о снегоходных трассах. Он значительно облегчит жизнь охотников и рыбаков. Свыше 100 нарушений зафиксировала прокуратура Ненецкого округа в сфере содержания, эксплуатации и строительства дорог. Их удалось выявить после обращения жителей города и в результате проверок ведомства. Неисполнение дорожного законодательства стало темой круглого стола. Инициатор большой встречи представителей дорожной деятельности и транспорта – прокуратура Ненецкого округа. Надзор в сфере соблюдения законодательства в дорожной деятельности – одно из полномочий ведомства. Подводя итоги 2015 года, прокуратура представила анализ выявленных нарушений. Примером может послужить ненадлежащее содержание и состояние зимника. Недостаточное взаимодействие подрядчика и заказчика привело к информационному вакууму. Неосведомленные водители выезжали на снежную трассу и сутками стояли в непроходимых условиях. Анализ практики прокуратного надзора свидетельствует о том, что на сегодня, до настоящего времени, находятся такими нашими горячими точками. Это вопрос содержания дорог, их строительства и реконструкции либо пройдения их капитального ремонта. По словам начальника управления дорожной деятельности и транспорта региона, с окружными дорогами на сегодня проблем нет. В этом году был проведен текущий ремонт, определён подрядчик на строительство дороги на Ренмар-Усинск. С городскими трассами всё сложнее. По словам Александра Гончарова, проблемы появляются с момента проектирования. Так, из-за некачественной планировки, всё ещё не удалось окончательно сдать дорогу по улице Российская. Там должно было быть построено 4 километра 700 метров дорог, это 5 улиц. Вот, контракт должен был бы завершиться год и три месяца назад, но этого не случилось по причине того, что были грубые нарушения со стороны подрядной организации, то есть они отступили от проекта. И по сей день этот вопрос не решился. Александр Рудаков считает, что конфликты подрядчика и заказчика возникают из-за недостаточного взаимодействия. Где заказчики-то все? Почему во время строительства вот эти вот меры не принимаются? Там есть законные меры, контрактам всё обговорено. Но тут же у нас выходит, вот всё, конец, контракт сдаётся. В итоге идёт дикое неосвоение. В итоге претензии обоюдные. В Заполярном районе проблемой остаётся нормативное оформление дорог. Только 45 километров сельских трасс имеют правоустанавливающие документы. По итогам круглого стола прокуратурой будут запланированы необходимые мероприятия. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Штрафы для владельцев большегрузов, которые не оплачивают проезд по федеральным трассам, будут снижены в 10 раз. За первое нарушение вместо 450 тысяч рублей, как сейчас, придётся платить 5 тысяч. За повторное нарушение – 10 тысяч рублей. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях уже внесён в Госдуму. В Росавтодоре надеются, что их примут в ближайшее время. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова. Даже от новых штрафов владелец транспортной компании понесёт больше издержек, чем при соблюдении закона, заявил Дмитрий Прончатов и привёл простой пример. При условии, если среди пробега автомобиля примерно от 500 километров, при тарифе за километр 1 рубль 53 копейки, владелец большегруза заплатит порядка 750 рублей. Размер штрафа не будет зависеть от того, кто нарушил правила – индивидуальный предприниматель или крупная фирма. А вот за проезд «Зайца» машины с иностранными номерами будет платить водитель. Сегодня в системе взимания платы зарегистрировано более 600 тысяч транспортных средств. Владельцы половины этих автомобилей прошли процедуру через личный кабинет на сайте platon.ru. Вся эта процедура от входа на сайт до оплаты занимает считанные минуты. За неделю сборы в системе составили 366 миллионов рублей. Все эти деньги попадут в дорожный фонд и будут расходоваться на строительство и реконструкцию дорог. НАО может стать первым регионом в стране, где будет принят специальный закон, регулирующий организацию снегоходных трасс. С такой инициативой выступает Заполярный район. По мнению его главы Алексея Михеева, документ позволит расширить сеть безопасных снегоходных маршрутов в субъекте. На сегодняшний момент район в рамках своих полномочий обозначает при помощи светоотражающих элементов только трассы в Нижней Печоре. Планируется, что маршрутная сеть охватит практически все поселения за исключением островных. По расчетам Заполярного района, чтобы обозначить снегоходные трассы специальными знаками, информационными счетами и указывающими расстояние, на эти цели необходимо выделить почти 2 миллиона рублей. По мнению Алексея Михеева, эти меры помогут сократить ЧП, связанные с пропажей людей на бескрайних просторах региона в зимний период. Кроме того, инициаторы закона предлагают создать и опубликовать реестр всех снегоходных трасс субъекта. Специалисты считают, что доступность к информации об имеющихся маршрутах будет полезна не только для жителей НАО, но и для туристов, которые путешествуют по нашему региону на снегоходах. Депутаты НАО проект закона уже приняли за основу. И смотрите далее в нашем выпуске. Недетские страсти. В столице региона прошла маленькая спартакиада. Кто быстрее и сильнее, выясняли воспитанники детских садов. Недетское региональное отделение Союза женщин России готовится отметить пятилетие. В преддверии первого юбилея Союза женщин прошло обсуждение проекта «Цвет души». Он будет реализовываться совместно с Наринмарской и Мизенской епархией. В основу проекта ляжет воспитание духовности. Любовь к родине, семье и Богу прозвучала на этой встрече не только в песне. Проект «Цвет души» направлен на развитие традиционных ценностей. По словам руководителя проекта Натальи Чичуевой, воспитание правильных ценностей благодаря государственной поддержке и взаимодействию с православной церковью и общественными организациями даст положительные результаты. Но самое главное – это забота, скорее всего, каждого русского, каждого сердца русского о судьбе России. А судьба России, она неотделима от православия. А любовь к Богу – это любовь к родине, это любовь, естественно, к детям, это любовь к тому месту, где мы живем. Это генетически заложено в русском человеке. О судьбе России и важности духовного воспитания на мероприятии говорил и клирик на Ренмарской епархии дьякон Антоний. Я пытался рассказать слушающим о том, что есть православие на самом деле. Потому что каждый православный служитель, каждый церковный человек, уже церковный, он знает, что многие люди приступают к порог храма с розовыми очками, с неправильными представлениями о церкви. Очень обидно бывает, когда люди думают, что православие – это только кулич на Пасху и несколько раз поцеловать икону за год. Когда припечет, когда будут сложные обстоятельства жизни. Обидно, когда православие для человека – это только обряды. Чтобы духовность была не только обрядами, а духовным началом, по словам дьякона Антония, нужно тесно взаимодействовать с образовательными учреждениями округа. И если это делать вовремя, то ситуации подобно в Украине никогда не повторится. Когда целое поколение было взросшено на ненависти поддержки нацизма, жестокости и отрицанию героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Правительство России, Русская Православная Церковь объединили силы, чтобы будущее России было достойным. Еще в 15 веке известный старец Филофей, монах Спаса Елизарова монастыря, писал о том, что перед Россией стоит колоссальная духовная задача, так как она, по сути, осталась единственной православной страной на Земле. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Еще одно мероприятие в преддверии юбилея провели представители Ненецкого регионального отделения Союза женщин России. Они представили интерактивные и тематические площадки, которые будут работать на форуме «Женщины Арктики во имя добра» 29 ноября. «Женщина и спорт», «Женщина-семья-дети», «История женского движения» в Ненецком округе. Руководители направления рассказали о темах, которые будут затрагиваться на форуме. Так на площадке Людмилы Дуркиной будет вестись разговор о причинах появления женщины у власти. Все-таки это удовлетворение амбиций личных, это некий такой посыл, послание женщины, потому что это нужно, необходимо. И, наверное, дальше уже сочетание, когда женщина умеет счастливо сочетать и этот посыл, и удовлетворение собственных амбиций, при этом быть еще счастливым человеком в плане любимой женщины, счастливой мамы. Поделиться своими идеями на форуме смогут и гости из других регионов страны. Марина Михайлова из Екатеринбурга уже познакомилась с мамами города. Она провела мастер-класс «Учим английский с мамой» по раннему обучению детей английскому языку. Марина Михайлова, как куратор сети частных детских садов, может поделиться методиками самостоятельного обучения детей языку. Быстрее, выше, сильнее. За звание лучших в детско-юношеском центре «Лидер» боролись городские дошколята. В очередной раз на одной площадке собрались команды почти всех дошкольных учреждений Наринмара, чтобы помериться с силой и выносливостью. Участие приняли почти 100 воспитанников подготовительных групп. Кто в этот день праздновал победу, расскажем далее. Здесь всё как у взрослых спортсменов. Специальная форма, настрой на победу и, конечно же, испытания. Вот только участникам от 6 до 7 лет. Для многих это первые выступления на состязаниях, особенно общегородского уровня. В подготовке маленькие спортсмены подошли со всей строгостью. Занимались почти год. Мы учились, водили мяч, по туннелям бегали. У меня лучше всего получаются истоветные палочки. По туннелю ползали, баскетболом занимались и тачки. Команда-победитель прошлого года «Родничок» несмотря на то, что сейчас в саду нет инструктора по физической культуре, отступать не стала и в полном составе вышла на старт. Мы всё равно не сдались и решили принять участие, потому что очень хотели дети. Мы тренировались в нашем детском саду. Соперниками команды детского сада номер 50 «Родничок» стали воспитанники семи дошкольных учреждений – «Семицветик», «Радуга», «Росток», «Теремок», «Ромашка», «Кораблик» и Центр развития ребёнка номер один. Практически все, только две образовательные организации не приняли участие из-за карантина. Поэтому ребятки участвуют, с удовольствием готовятся. Мы видим, что на них уже специальная форма. Ну, обувь – это понятно, это безопасность детей. И, конечно, дети готовятся с удовольствием. Для маленьких наринмарцев спартакиада – это не просто соревнования, а лишний раз побегать и попрыгать в удовольствие. Мы видим, что ребята и борются, и не сдаются, и не опускают рук. Это, на самом деле, я считаю, самый главный фактор, который мы должны и вообще эти соревнования должны выявлять у детишек. Это стремление, желание, любовь к такому коллективизму. А места, места они придут, и жизнь покажет, кто на каком месте окажется. По результатам пяти конкурсных эстафет первыми стали воспитанники детского сада номер 55 «Радуга». На втором – «Теремок». И завершает список команд «Семицветик». Победители и призеры получили кубки и медали. А учреждения победителей – сертификаты на покупку спортивного оборудования. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире. Продолжение следует...